Да, ты полагаешь, что мы политеисты, что мы верим во многих богов, но дело в том, что мы верим в недуализм. Но за этими божествами Бог только один. Хорошо. И мы сами являемся богами. Я слышал, как ты это говорил? Нет-нет, я только закончу свою мысль. Слушай, я разрешаю тебе говорить, было бы справедливо, если бы ты позволил мне тоже высказаться. Если ты даже не можешь удержаться от моргания, не говори мне, что ты бог. Потому что это звучит просто смешно. Как твои дела? Я в порядке, а как ты? Я в порядке. Так ты против ношения рубашек, или просто сегодня не день ношения рубашек? Нет-нет, я монах. Монах. Мы не носим рубашки. Хорошо. Ты джайнист? Ты из джайнизма или индуист? Я сьянси? Хорошо. Индуист? Хорошо. Кстати, у тебя плохая средсть. Так что я не знаю и надеюсь, со связью всё будет в порядке. Чтобы ты меня слышал, и я тебя тоже. Да. В противном случае будет трудно вести разговор. Хорошо. Давай, что у тебя есть для меня сегодня? Задавай свой вопрос. Да, ты полагаешь, что мы политеисты. Что мы верим во многих богов. Но дело в том, что мы верим в недуализм. Да. Вы думаете, Аллах другой. Аллах обитает на седьмом небе. Мы же верим, что наш бог обитает повсюду. Это в чистом сознании. Ты понимаешь, что я пытаюсь сказать? Например, больше всего вас беспокоит то, что индуисты и многобожники. Но нашего главного монаха, первого монаха, зовут Шанкри Чария. Он сказал, что за всеми божествами стоит только один бог. Хорошо. Вы можете следовать за многими божествами, многими разными божествами, с разными именами и разными формами. Мы можем следовать за всеми этими божествами, но за этими божествами бог только один. Хорошо. И мы сами являемся богами. Хорошо. Хорошо. Мы думаем, что мы личности, А, Б, В, Г, Д. Но это неправильное представление. Мы всего лишь один человек, один Бог, понимаешь? Хорошо. Итак, Аллах. Вы говорите, что Аллах отличается от нас. И мы говорим, что мы Аллах. Хорошо. Мы Бог. Хорошо, хорошо. Итак, чтобы ответить тебе первое, ты сказал, что наша проблема в том, что мы называем вас многобожниками. Я пока что еще ничего не сказал, но ладно. Да, мы говорим, что вы... Нет, я слышал, как ты это говорил. Я слышал, как ты это говорил. Нет, нет. Я только закончу свою мысль. Слушай, я разрешаю тебе говорить. Было бы справедливо, если бы ты позволил мне тоже высказаться. Я сделал только одно утверждение, и ты сразу начал комментировать. Так что позволь мне сначала высказаться, чтобы ты мог понять, о чем я говорю. Я лишь говорю, что мы начали разговор, а ты приносишь другой разговор. Хорошо, смотри. Действительно, мы говорим, что нет никаких сомнений в том, что индуисты многобожники. Я все еще поддерживаю это утверждение. Конечно, вы многобожники. В этом нет никаких сомнений. Но дело в том, что вы даже не знаете определение многобожья. По вашему определению, многобожие означает больше, чем один бог. Это не обязательно единственное определение политизма. И в этом случае, твое недоразумение заключается в том, что ты не знаешь, как мусульмане определяют многобожие. Вот почему ты не понимаешь. Итак, эта идея, которую ты привел, называется «Вахдет-Уль-Уджуд», верно? Кстати, мы с ней прекрасно знакомы. В нашей истории мы сталкивались с людьми-еретиками, которые верили в то, что все сущее есть Бог. По сути, это то, что вы говорите. Мы называем это «Вахдет-Уль-Уджуд». Я не просто знаком с убеждениями, в которые вы верите. Я точно знаю, во что вы верите. Я просто до сих пор считаю, что это политизм. Мы говорим, что ваше утверждение, что все есть Бог, — это многобожие. И в любом случае смешно делать такое утверждение. Когда ты говоришь, что ты Бог, у меня есть простой вызов для тебя, как для Бога. Например, ты можешь перестать моргать хотя бы на 10 минут? Ты можешь сделать это как Бог? Нет, в этом смысле. Ты сделал это дважды. Три раза, четыре. Хорошо. Можешь сделать это как Бог? Послушай, если ты Бог, потому что Бог по определению является всемогущим существом, если ты даже не можешь удержаться от моргания, не говори мне, что ты Бог. Потому что это звучит просто смешно. С точки зрения сознания, мы — Боги. Не как базовые действия, которые мы можем выполнять. Мы не можем совершать богоподобные вещи, как видишь. Мы должны отложить сознание своего тела и осознать себя как чистое сознание. Мы не чистое сознание. Мы — физическая сущность, у которой есть. Нет-нет, мы не физическая сущность. Мы думаем, что мы такие. Это неправильная концепция, это неправильное представление. Кстати, я еще не закончил. Я еще не закончил. Ты не согласился со мной, даже не выслышав мою мысль до конца. Я сказал, что мы — физическое существо, обладающее сознанием, которое мы называем душой. Мы две вещи, а не одна. Твоя проблема в том, что ты пытаешься отделить их друг от друга. Это проблема, которую я обнаружил. Многие индуисты, буддисты и так далее думают, что физическое означает плохо. И нам просто нужно сосредоточиться на метафизическом. То есть сознание, которое нужно как бы инкапсулировать. Что нужно внедрить в свою разум идею сознания и стать единым целым с сознанием, верно? Поверь мне, я очень хорошо знаю, во что ты веришь. Ты не рассказываешь мне что-то новое. Я знаю, что ты говоришь. Так что если ты позволишь мне закончить, то ты поймешь, что я очень хорошо знаю. Но я не согласен с вами. Я говорю нет. Дело не в этом. Дело в абсолютной реальности, в существовании, где мы живем как люди. Есть две вещи. Существует материалистическое существование, в котором, как люди, мы имеем плоть, кровь, кости, предметы, материалы вокруг нас. А еще есть сознание, душа, данная Богом, Аллахом Святом и Велик. Это то, во что мы верим. Но проблема не в этом. Проблема в том, что вы утверждаете, что наше сознание – это то же самое, что и абсолютное сознание, которым является Бог. В любом случае, когда вы используете термин «бог», на самом деле вы не имеете в виду Бога. Мы используем термин «бог» по-разному. Единственное сознание, которое вы называете Богом, это не то, что мы называем Богом. Когда мы говорим, что мы верим в Бога, или что существует более одного Бога, мы имеем в виду конкретную вещь. Нечто, имеющее атрибуты всемогущего, всезнающего, всевидящего, всеобъемлющего. Все эти атрибуты, о которых ты наверняка слышал раньше. Вот что мы подразумеваем под Богом. Поэтому, если ты используешь термин «бог» и относишь его к чему-то еще, кроме этого, нас это не волнует. Мы не говорим, что это Бог. Мы говорим, что вы просто неправильно используете этот термин. Поэтому, если ты называешь себя «богом», поэтому я сказал тебе, что смешно утверждать, что ты Бог. Потому что, как я сказал, что ты даже не можешь перестать моргать. Но самое смешное, поскольку ты утверждаешь, что ты Бог, если, к примеру, кто-то совершает убийство, ты действительно веришь, что Бог убил Бога? Или когда кто-то ворует, говоришь ли ты, что Бог украл у другого Бога? Так что это становится просто смешно. Если всё есть Бог, то больше ничего нет. И в этом, по сути, суть вашей веры. В существовании нет ничего, кроме Бога. Людей нет. Но мы говорим, что это не имеет никакого смысла. Потому что интуитивно, как человеческие существа, мы знаем, что мы отделены друг от друга. Мы в сущности, мы существуем, у нас есть идеи, у нас есть понимание. Мы взаимодействуем друг с другом. Это то, что мы знаем наверняка. И чтобы ты пришёл и сказал нам, нет-нет, на самом деле, вас не существует, вы не настоящие. Мы не поверим тебе, это не имеет смысла для нас. Был один... Да. В Сирии был один мусульманин по имени Мансур. Он приехал в Индию, затем он обучился у индийского гуру. Потом он вернулся в Сирию и сказал... «Ан-Аль-Хакк», что означает «Я Аллах». Это «Халладж». Ты говоришь «Халладжа». Его имя, кстати, «Халладж». Да, «Аль-Халладж». Да, я знаю, я знаю. Я хорошо знаю, о чём ты говоришь. Да. Зачем ты рассказываешь мне эту историю? Но хорошо, вперёд, говори. Да, скажи мне. Да, он сказал «Ан-Аль-Хакк», «Ан-Аль-Хакк», значит «Я Аллах», «Я Аллах». Это не имеется в виду Аллах. Он находился в том же сознании, что индуистский монах. Нет-нет, это не то, что имеется в виду. Шаг за шагом. Он сказал «Ан-Аль-Хакк», что означает «Истина». Это имя из имён Аллаха, одно из имён Аллаха. Но проблема не только в том, что он сказал «Ан-Аль-Хакк». Он сказал и другие вещи. Но знаешь ли ты, что с ним случилось? Да, его руки и ноги были отрублены мусульманами. Мусульмане, многие и многие фанатичные мусульмане, ему отрубили ноги. Это не имеет отношения к фанатизму. Они были так обеспокоены? Да. Послушай, ты переходишь к очень противоречивой теме. Если ты хочешь, чтобы я перешёл к фанатизму индуистов, и того, что они делают, лучше не стоит. Пока что мы нормально говорим. Если ты начнёшь называть мусульман фанатиками, я буду говорить об индуистах. Итак, время истории. В Сирии... Подожди. Мусульманские фанатики делают это. Подожди, мистер Монах. Мистер Монах. Когда они обнаружили, что этот Аль-Мансур объявляет себя Аллахом, они были обеспокоены. Хорошо. Они говорят, нет, он кафир, он кафир. Они не позволяют этому человеку заниматься своим делом. Да, мы согласны с этим. Не дуализм. Он был первым мусульманином, который не был двойственным. Хорошо. Слушай, ты явно не понимаешь, о чём говоришь. Но сейчас я отвечу на этот вопрос очень просто. Мне нужно, чтобы ты расслабился. Меня не интересуют никакие истории. Этот парень пошёл туда, пришёл и сказал, мне всё равно, что он говорил. Мы говорили о концепции Бога. И я даю тебе ответ о концепции Бога с рациональной точки зрения. Ты знаешь, что у тебя не хватает здравого смысла, чтобы ответить на рациональность. Поэтому ты перешёл к историям, что этот парень поехал в Сирию, он сделал это. Мне всё равно, что он делал. Этот парень был наказан по одной причине. Он был наказан, потому что у нас есть закон об отступничестве. Особый закон, который существует для отступничества. И его заявление о том, что он Бог, является действием отступничества. Это действие политеизма с исламской точки зрения. Ты согласен, что... В Индии... Подожди, подожди, подожди. В Индии... В Индии мы участвуем этого человека. Мы восхваляем этого человека. Мы восхваляем этого человека, который заявил «Я Аллах». Мы, как Аллах, мы уважаем этого человека. Он не говорил за тебя. Он говорил только за себя. Да-да, как угодно. Я привожу пример. Но он объявил себя Аллахом. Его очень ценили в Индии. Как тебя зовут? Из-за этого мы очень уважаем этого человека. Как тебя зовут? Ты понимаешь? Меня зовут Джагдиш. Ладно, смотри, Джагдиш. Конечно, вы празднуете за него. Но ты упустил суть. Он поехал в вашу страну и находился под влиянием ваших убеждений. И он пришел с вашими убеждениями к нам. Так что, конечно, вы будете его чествовать, потому что он верит в то же, во что верите вы. Но как это доказывает истинность вашей религии? Извини, я не понял тебя. Хорошо. Я повторяю еще раз. Я сказал, он поехал в вашу страну. Да, узнал, во что вы верите, и вернулся с тем, во что вы верите. Да. И сказал то, во что вы верите. Да. Мы же не верим в это. Так что ты хочешь этим сказать? Какой аргумент ты делаешь? Дело в том, что мы уважаем эту концепцию мышления. Верить в себя не как в тело, а верить в то, что мы являемся чистым сознанием души. С тем же самым он отправился в Сирию. И этим мусульманам это не понравилось. И они наказали этого человека и убивали его медленной смертью. Ладно, ладно. Дело не в том, нравится или не нравится. Существует закон об оступничестве. И этот закон применяется ко всем, независимо от того, был ли это халяч или кто-то другой. Он применяется к любому, кто совершает отступничество. Он совершил отступничество определенным образом. И он был наказан таким образом. А теперь ты пытаешься сделать так, как будто речь идет только о нем. Потому что он поехал в Индию. Это не так. Это фактически неверно. Но я рассказал тебе эту историю, потому что я очень хорошо знаю ее. И знаю, что произошло. Поэтому я спросил тебя, что с ним случилось. Потому что я знаю, что с ним случилось. Но ладно, слушай, я думаю, что мы сейчас идем по кругу. Ты упомянул свою веру. И ты упомянул людей, на которых повлияла твоя вера. И я объяснил тебе, что мы не согласны с этим убеждением. Мы считаем, что это бессмысленно и не имеет никакого здравого смысла. И я привел тебе причину, почему это не имеет никакого здравого смысла. Так что сейчас я отпущу тебя. Потому что за кулисами ждет довольно много людей. Так что ты можешь прийти в другой раз, и мы поговорим еще раз. Понимаешь? Но я ценю. Да, ты можешь. Да, я также ценю твои уважительные манеры в дискуссии. У многих людей не очень хорошие манеры во время общения. Поэтому я ценю это. Хорошо. Да. Хорошо. Я отпущу тебя сейчас. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!